Всем привет из Харькова, из Черкассской Лозовой. Позавчера был такой теплый денечек. Видите, нарциссики расцвели, банчики расцвели. И я вынесла в пруд свои растения прудовые, которые у меня хранились в доме. Это вот циперус, теплолюбивое растение, которое на улице не зимует. Это молодые листики, но кошки объели кончики, наверное, им не хватало витаминчиков. И поэтому вот некоторые я обрезала, подровняла, но они выпустят скоро новые листики. И также спустила на воду плавающий остров. Здесь вот в горшках растут у меня справа, это лилейник махровый, красивый. Потом увидите, когда зацветет. И слева это хаутюния, очень красивое растение тоже. И еще, в связи с потеплением, вот появились жабки. Это второй раз уже в этом году повылазили на солнышко погреться жабки. И если первый раз они меня не подпустили к себе очень близко, то на этот раз, вот смотрите, насколько близко я подошла с фотоаппаратом, и жабка сидит, не убегает. И он вторая к ней хотела залезть, но видела меня и сразу убежала в воду. А ну сейчас, так, ближе, 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 ближе. Сейчас она, наверное, тоже убежит. Так, приближаюсь. Вот насколько можно близко приблизилась. Суть ли сама в воду уже не падаю с фотоаппаратом, так как палку я не вынесла, ссылки палку. Вот, и видны даже полосочки, глазки. Так, а ну посмотрим, как она себя поведет на этот раз. Не разрешила приблизиться слишком близко и нырнула в воду. Ну, ничего. А вот видите, желтое пятно вот в воде. Это стоит там поддон, еще с прошлого года, или с позапрошлого. И сюда я сыплю корм рыбкам. Ну, такой, что тонет. Это в основном каши какие-нибудь, крупы сырые даже. Вот, и в основном здесь пасутся карасики. Ну, прибегают также сюда и декоративные рыбки. А для декоративных карпов кои я немножко насыпала сухого корма. И они еще стесняются кушать, но потом, когда подойти минут через 10, допустим, то на поверхности уже ничего не плавает. Все съедается. И жабки помогают им еще кушать. Вот моя дуняшечка лежит. Тоже загорает на солнышке. Я ей немножко спинку постригла машинкой. Иначе у нее такая жаркая шуба, что ей очень жарко на солнце, на улице, да и в доме. Всем спасибо за просмотр. И пока, до следующей встречи.